Красил маленький художник все, что было под рукой. Но противные летние дожди краски все унес с собой. Надеюсь, у этих маленьких творцов не было подобной ситуации. В эфире программа Алматы Лайф и мы начинаем! Изобразительное искусство никогда не имело границ. Испокон веков люди создавали невероятные вещи. Изобразительное искусство было очень важно для человека даже в тот момент, когда он не умел говорить. В пещерах на скалах мы четко различаем фигурки человечков, животных и орудия труда. Художники во всем мире уже давно научились переносить реальность на бумагу. И наши детки по мере своего развития все так же начинают с этих человечков с ручками-ножками в виде палочек. По рисункам детей можно увидеть, как растут, как развиваются и как понимают этот мир наши юные таланты. И, как правило, приходит время, когда эти талантливые ребята начинают потихонечку вступать во взрослую жизнь. И первый шаг, который говорит об этом – участие в международных конкурсах, выставках и различных мероприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok Участие детей в выставке позволяет им соприкоснуться с культурой и историей нашей страны. Помогая расширить представление о красоте и ценностях, иными словами, воспитывает любовь к родине. Выставка, которую мы сегодня посетили, является уникальной в своем роде, а все потому, что демонстрирует детские картины. Поддерживая популяризацию детского творчества, центральный музей открыл свои двери выставкой «Мы украсим этот мир». В «Вернисаже» приняли участие учащиеся более чем 20 центров детского творческого развития и из-за студии города Алматы, которые представили свои разножанровые работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юные художники в своих работах попытались выразить взгляд на окружающий мир, свое видение прошлого, настоящего и будущего страны. Дети отражают различные аспекты и сюжеты, связанные с историей и культурой, а также природой Казахстана. Это живописные пейзажи, портреты людей и натюрморты, улицы и достопримечательности города, а также символы нашего независимого государства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центральный государственный музей Республики Казахстан в рамках празднования 30-летия независимости нашей страны организовал прекрасную выставку «Мы украсим этот мир». И выставка настолько содержательна и богата композиционно, тематически содержит разные аспекты истории, культуры Казахстана. Дети в своих работах отображают и символы Республики Казахстан, и животный мир, живописные природные места Казахстана, памятники материального наследия, культуры. Изображают выдающиеся личности Казахстана. То есть это все, что связано с нашим государством. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы детей получились такими красочными, яркими и оригинальными. Поражают фантазией и радостным взглядом на окружающий мир. Если присмотреться, можно увидеть, что авторские работы участников выполнены в различных техниках и жанрах искусства, таких как живопись, акварель, декоративно-прикладное искусство, гобелены, вышивка, аппликации, куклы, маски и многое другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме рисунка, мастера демонстрируют гравюры, скульптурные композиции из пластилина, глины, гипса, изделия из керамики, ткани и дерева, украшенные росписью. Свои художественные произведения представили и педагоги из-за студии, благодаря которым дети развивают свои творческие навыки и находят свой путь в жизни. К слову, на выставке экспонируется работа учащихся разных возрастов от 5 до 15 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема абсолютно такая разнообразная. Творчество представляют дети из разных из-за студий и художественных школ города Алматы. Более 20 из-за студий приняли участие в данной выставке. И все, что создали дети своими руками, творили, создавали к этой выставке, все представлено вот здесь, в экспозиции, в Центральном госмузее. Это говорит о том, что дети, конечно же, ждали это событие, несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Работы детей в разных жанровых направлениях. Это есть и графика, и рисунки карандашом, есть и натюрморты, и портреты. То есть разнохарактерные работы показывают, насколько действительно богатый, яркий мир, красочный мир окружающий воспринимают дети, несмотря на сложившуюся ситуацию во всем мире. Это фантазия детей, их наблюдение, их восприятие окружающего мира. И, конечно же, очень радует их подход, их вот это вот мироощущение, какие яркие, насыщенные тона, краски они подобрали в этих произведениях. У деток всегда были свои взгляды на то, что их окружает. Об этом говорят их рисунки. Ведь первое, что сразу становится заметным, так это то, что они творят всей душой и сердцем. Напомним, что в выставке приняли участие ученики и педагоги различных художественных школ, детских творческих центров и из-за студии, таких как арт-мастерская Лидии Дроздовой, арт-класс, творческая мастерская Натальи Шумахер, творческая академия Яблоко, детская художественная школа Умай, студия вдохновения, школа лицея Туран, школа искусств и дизайна имени Аблхана Костеева, из-за студии Национального музея Республики Казахстан, международная школа, а также образовательный фонд Нурсултана Назарбаева и другие. А наше путешествие подошло к концу. Увидимся с вами в это же время, но правда уже в другом месте. До новых встреч!